В Казахстане сократилось количество сделок с недвижимостью. Причина все та же. Высокие цены на жилье. Однако многие эксперты привлекают уже в скором времени их снижение. С чем это связано, рассказывает мой коллега Бахтир Даркеев. Спрос на жилье сегодня в стране почти в два раза превышает предложение. По словам экспертов, такая ситуация сохранится еще долго. Чтобы решить эту проблему, необходимо ежегодно строить как минимум два десятка миллионов квадратных метров жилья. Между тем, в 2014 году в Казахстане сдано в эксплуатацию чуть больше 7,5 миллионов квадратных метров. Грубо говоря, на одного жителя страны это примерно по 2,5 квадрата. Тогда как по нормам ООН эта цифра должна составлять не менее 30 квадратных метров. Чтобы достигать хотя бы одного квадратного метра по статистике на душу населения, в год должно сдаваться около 18-18 миллионов квадратных метров, что в данный момент не происходит. То есть сдаваемое жилье намного ниже, ну то есть около 5, возможно 4 процентов, что в принципе не покрывает потребность. Отсюда и высокие цены на недвижимость. Купить квартиру сегодня практически невозможно даже в ипотеку. Большинство банков второго уровня перестали выдавать займы в национальной валюте, говорят эксперты. Как экономист я навряд ли бы взял ипотеку под 15 даже процентов годовых, потому что это экономически вообще не оправдано. На сегодняшний момент дешевле арендовать жилье в долгосрочном периоде, чем платить за проценты банк. Несмотря на такой экономический расклад, эксперты отмечают незначительное снижение цены на жилье. Я вот старался посмотреть данные. Сейчас уже состоялось в основном в Алматы 10-20 процентов на снижение цен на недвижимость. То есть реальные сделки продавцы готовы найти на большую скидку, чем указано в объявлении. Одновременно с этим эксперты отмечают и снижение количества сделок по недвижимости. Это касается в основном регионов. Продажи в среднем сократились на 15-20 процентов. А вот в Астане и Алматы все осталось без изменений. По ценам в данный момент все стабильно держится. Цены как и были в своем ценовом диапазоне, так и остались. Средняя цена на правом берегу, можно сказать, около 1700-1800 долларов. Левый берег – 1900-2000. После проведенного анализа эксперты заявляют, что до сих пор выгодно инвестировать в жилой фонд страны. Только вот сиюминутной прибыли ожидать не стоит. Рынок недвижимости – это своего рода золотая жила, которая может ежегодно или ежемесячно приносить доход в виде арендной платы. За последние пять лет эта ставка только повышалась. Бахтиан Аркеев, Виктор Джигерис, Архат Успанов, 7 News.